В ноябре 1918 года Польша появилась на карте Европы как независимое государство после 123 лет несуществования. В связи с празднествами в столицу нашего края прибыла официальная делегация из Польши, в составе которой члены дипломатического корпуса, должностные лица воеводского самоуправления, Сейма, нацагентства по Евро-2012, других структур органов власти, представители бизнес-класса, общественности и коллектив ансамбля экономического университета в Катавицах «Селезиане». Это день национальной гордости. Мы празднуем его в годовщину восстановления Польши независимости в 1918 году. Во вступительном слове глава области поздравил чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Украине Генри Халитвина и Генерального консула Республики Польша в Харькове Яна Граната, польскую диаспору и общественность региона с 93-й годовщиной независимости Польши. В этот знаменательный день, когда Польша отмечает свой государственный праздник, ну накануне, годовщину возобновления независимости, я рад передать от многонационального Донбасса дружественному польскому народу искренние поздравления и пожелания дальнейшего процветания, добра, мира и благополучия. Также губернатор подчеркнул, что сегодня Польша по праву занимает достойное место в кругу свободных народов современной Европы, и польское государство является подлинным примером народной демократии. 93 года новой независимости польского государства имеет под собой глубокий и надежный фундамент. Это и богатое историческое наследие польского народа, его духовные устои, культурные традиции, которые складывались веками. Также польскую делегацию с праздником независимости поздравил заместитель головы облсовета Александр Кравцов. Мы очень ценим дружеские отношения с братским польским народом, и сейчас с удовольствием присоединяемся к празднованию этой выдающейся даты. После официальной части все присутствующие смогли насладиться праздничным выступлением коллектива ансамбля экономического университета в Катавицах «Селезиане». Иродумская – первый муниципальный.